В прошлом году всем пришлось перестраиваться, тоннами возили пресловутую гречку. Какие вызовы все-таки дались наиболее трудно и чем, наоборот, можно похвастаться и погордиться? Кроме гречки была еще туалетная бумага. Это важно. Самое, наверное, сложное, с чем мы столкнулись, это время, в которое нужно было полностью перестроиться и начать реагировать. То есть у нас его не было. То есть все решения, которые мы принимали, мы принимали в онлайн, круглосуточно. И в этом смысле, с точки зрения стресса, с точки зрения психоэмоционального состояния, это, наверное, по прошествии сейчас времени самая непростая была задача. Чем гордиться? Ну, гордиться результатами, в первую очередь, которые мы, как команда, показали в 2020 году, по итогам 2020 года. Ну и, конечно, мы не остановили никакие проекты и никакие процессы. Мы с вами, я думаю, что еще обсудим все те улучшения, которые мы внедрили и сделали и в физической логистике. То есть мы открывали новые РЦ, мы начинали новые системы, мы внедряли организационные изменения и так далее. То есть все это было параллельно с этим стрессом и темпом реализовано. Это, конечно, очень здорово. Ну, по крайней мере, еще одна точка роста, которую невозможно не заметить. Машины такие ездят, магнит, свежесть. Что касается цепочки свежести, то вот насколько сложно строить работу так, чтобы оправдывать это название этого бренда, свежесть? И какие ключевые изменения внедрили за последние годы, чтобы эта цепочка действительно работала так, как надо? Вы знаете, это сумасшедшая работа по кросс-функциональному взаимодействию. То есть свежесть, она не только на плечах цепочек поставок. Свежесть, она и на плечах коммерческой дирекции, свежесть, она и на плечах магазинов, конечно же. И на плечах инструментов, которые улучшают все системы прогнозирования и пополнения. То есть мы все собрались и решили, что это наш фокус. То, что наш покупатель, приходящий в магазин, на полке видит свежий товар, это наша цель, забота, задача и так далее. Только все вместе собравшись, мы смогли вот эту махину сдвинуть и начать этот процесс реализовывать. У нас много работы впереди. Будет еще лучше, еще свежее. Много работы впереди, наверняка они обходятся без проблем. Вот какие проблемы сейчас можно выделить в логистике? Может быть, как сети, так и ритейла в целом. Чего не хватает, чтобы… Это супер вопрос. Я сейчас расскажу, почему. Потому что подобной турбулентности, которую мы видим сейчас и в рамках магнита, и в рамках вообще логистики в мире даже, да, я не могу вспомнить вот за все время своей работы в логистике. О чем я говорю? Дефицит транспорта, рост тарифов, дефицит контейнеров на китайском направлении, связанный с торговой войной США-Китай, рост тарифов в 5, в 6, в 7 раз. Ну, знаменитое судно, развернувшееся в Суэцком канале, я думаю, что видели все, да, там были наши контейнеры. Это тоже, ну, в общем, никак положительно, скажем, не повлияло на все импортные потоки. То есть мы сейчас находимся вот в таком выходе из ковида, да, в выходе из этого сложного периода, который, к сожалению, на логистику влияет самым неприятным образом. Дефицит транспорта, все вот это мировое сообщество, которое сейчас задирает цены под Китай в попытке, соответственно, тоже получить дополнительную прибыль, да, и так далее. Я очень надеюсь, что мы это сможем в ближайшее время победить. Ну, и давайте не будем забывать, что закрыты границы со странами СНГ, и, соответственно, весь наш аутстав, который был на наших РЦ, он сейчас находится не в России. Соответственно, мы испытываем достаточно серьезные трудности с тем, чтобы найти персонал. То есть мы пока замерли до рассвета, или как это получается? Вы знаете, как ритейлу нельзя замереть до рассвета, есть хотят все. Да, у нас в этом смысле, то есть такое безостановочное абсолютно производство 24 на 7. Мы пока что ищем внутреннюю оптимизацию для того, чтобы перекрывать все вопросы, которые возникают, в том числе с удорожанием. Потому что, естественно, для наших любимых покупателей отразить эти проблемы на полку мы никогда этого делать не будем. Поэтому сейчас мы вот на внутреннем ресурсе. Будем надеяться, что во второй плане года ситуация станет легче. Вот про внутренний ресурс. Вы открыли уже РЦ в Сургуте, в Новосибирске. А что еще на повестке в этом направлении? В ближайшее время, прямо это мы говорим про начало июня, у нас открывается РЦ в Москве. Дальше сейчас внимательно смотрим в сибирском направлении, внимательно смотрим центральная Россия в районе Белгорода. То есть вот это точки потенциального спроса, который в ближайшем будущем, возможно, мы будем использовать под строительство. Что очень важно, что мы идем в КДК. То есть это маленькие склады, которые без хранения обрабатывают в основном фрешовые позиции, позиции свежести как раз для того, чтобы ее не сокращать. Но и в том числе категорию С. Вот сейчас начнем развитие. У нас есть уже опыт. В прошлом году мы отпилотировали КДК Ставрополь. В этом году пойдем в развитие этого инструмента. Там процесс устроен относительно... Товар приходит, он не хранится. Он, соответственно, в этот же день компонуется и отгружается в магазин. То есть задача такой кроссдокинговой консолидационной площадки, на которой поставщик приезжает для того, чтобы минимизировать его кост в разводе по магазинам. Соответственно, мы обрабатываем, складываем маленькие машины и разводим. Ну, потому что без E-кома и новых технологий это невозможно. Как вы складскую инфраструктуру под это готовите? И это супер вопрос опять. Давайте, ну то есть мы в этом направлении, мы его считаем, во-первых, приоритетным и движемся. Я пока, это пока очень конфиденциально, я вам не отвечу на этот вопрос. Но в ближайшее время Dark Store, ну они уже начали появляться, появятся. И я думаю, что долю свою мы в этом сегменте бизнеса обязательно вырастим так, как планируем. Вы упомянули уже дефицит транспорта, но тем не менее в феврале в одном из интервью сказали, что сейчас Магнит делает упор на зеленую логистику, обновляет автопарк. Вот что это все означает? Это плюсы для кого? Для вас, для нас, как покупателей? Знаете, как генеральный директор наш сказал, мы вот будущие взаймы не хотим брать. И это не просто слова, это как бы вектор действия. И, например, обновление транспорта на новый евростандарт, выхлоп евро-5, это действительно то, что мы делаем. Плюс мы уменьшаем машину по размеру, у нас начинают работать 16-ти полетники. Это машина как бы средней тонажности, соответственно, там другой выхлоп. За счет чего мы будем компенсировать там потенциально возникающую дополнительную стоимость, за счет того, что мы будем лучше управлять этой машиной и растить ее оборачиваемость. Вот прямо в ближайшее время мы их на улицах всех известных нам городов, и не только городов, начнем видеть. Плюс мы всерьез начинаем задумываться, сколько мы используем электричество. И эти программы вот второй год активно у нас внедряются. И электроэнергию мы сокращаем на дабл-диджит год к году. Думаем о том, как мы используем картон-пластик, как мы все это утилизируем. То есть это все в рамках нашего плана по ассистенобилити, оно реализуется. Ну и плюс, понимаете, за счет более эффективного использования транспорта, естественно, выброс в атмосферу углекислого газа мы сокращаем очень прилично. Все на эту тему отчет также публикуются публичные информации. Ну, раз уж мы тут сегодня на ритейл-техсе собрались, то не могу не спросить, на какие технологии в цепочке поставок сейчас делается упор? Вы знаете, у нас такой интересный сейчас момент. Мы сделали упор на полное обновление всех систем, вот информационных систем. Мы меняем WMS-систему, мы внедряем FNDR, Forecast and Replenishment систему, мы внедряем систему транспортного управления, транспорт ТМС, Transportation Management System. И все они в равной степени важны. Мы решили не растягивать это в какое-то последовательное движение, а попытаемся сделать это в ближайшие два года в параллели. Вот это сейчас, наверное, такой основной фокус. А это было запланировано или это в том числе, потому что потребовалось за последний год так все резко перестраивать? Ну, это было скорее запланировано. То есть, не спровоцировано событиями последнего года? Ну, это такое стратегическое направление. Мы в 2019 году стратегически себя оформили на пять лет, что мы как функция делаем. И в рамках этой стратегии мы, конечно же, поняли, что нам нужно существующие системы, ну, в общем, апгрейдить, да, и на принципиально новый уровень, такой промышленный, выводить. Поэтому, ну, вот, я считаю истинным проблемом то, что мы не остановили это, да, запараллели ли с той сложной действительностью, с которой мы столкнулись в 2020 году. Я так понимаю, что это один из фокусов на этот год, да? Да. Что еще, вот если так коротко, прям вот по пунктикам, над чем будете работать? Как я сказала, над внедрением системы КДК, в принципе, над изменением цепочек с точки зрения и свежести, и, возможно, снижения уровня централизации, да, то есть, переключения части поставщиков, особенно для больших коробок, для наших суперсторов, на прямые доставки. То есть, мы идем в такую, скажем, оптимизацию, направленную на нашего покупателя. То есть, наш покупатель должен большее количество товаров, соответственно, в магазинах увидеть. Ну, и еще один момент, это момент автоматизации, как я сказала, внедрения этих систем. То есть, вот это вот такие два фокуса – изменение цепочек и тотальная автоматизация. Ну, остается пожелать вам удачи во всех этих направлениях. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо большое.